Винный эксперт И открыть для себя удивительный мир вина Ну что, Слава, у нас с тобой новый рубеж Мы с тобой находимся на замечательной таманское винодельне Фанагория? Фанагория, так правильно И мы с тобой здесь ради розового руна Ради розе А вот сам Игорь Сердюк Кого я вижу? Директор по развитию этой замечательной винодельни Здравствуй, Игорь Ну кто здесь не пробовал розового вина? Слава, не пробовал розового вина Розовое это самое перспективное направление современного виноделия Кроме грестого вина, розовое развивается, все остальное падает Насколько вы готовы погрузиться в пучину розового вина? Подумайте, прежде чем ответим на этот вопрос За счет угрожающий, но я готов Так и есть Древнегреческая колония Фанагория Известна с 6 века до нашей эры Как процветающий мегаполис И как регион развитой винодельческой культуры И сегодня полуостров Тамань Отличается самобытным терруаром Покатые склоны холмов Прохладная глинистая почва Грязевые вулканы Умеренный климат И бриз между Черным и Азовским морями Все это отлично подходит Для выращивания самых интересных Технических или винных сортов винограда 21 год был первым на моей памяти Когда мы столкнулись в этом уютном мирном уголке С настоящим шквальным тропическим ливнем Который не прекращался около двух недель Который разразился в тот самый момент Когда надо было собирать урожай И поэтому это дало просто Катастрофическое падение урожайности Кто может знать о винодельческой борьбе со стихией Больше, чем агроном Именно с агрономом Фанагории Мы решили поговорить об этом драматичном происшествии То, что затопило все Это как повлияло на вино Ранние сорта пострадали Пострадали достаточно серьезно Тем не менее, именно в этом году Некоторые красные, которые не добрались Своей концентрации Пошли на розовое вино И мы получили совершенно вдающуюся По своему качеству линейку розовых вин Потоп повлиял на то, что у вас появилось розовое? Да, потому что слишком много было воды И концентрация, которую ожидали От некоторых красных сортов винограда Была недостаточной То, чем славится Фанагоре Это возможность экспромта Возможность поиска решения Нестандартного в том месте, где его не ожидали А что я впервые просто вижу Что это за палочки из Гарри Поттера Это вообще Что это такое? Это Подождите, это виноград маленький Правильно? Да, совершенно верно Это маленький виноград Вы находитесь на школке Фанагоре является хозяйством Полного цикла То есть от саженца до бутылки И вот вы находитесь в том месте, где мы выращиваем саженца А сколько с одного саженца в результате можно сделать бутылку? С одной лозы можно получить и ящик вина, и одну бутылку В зависимости от того, какую концентрацию вы хотите заложить в вино, которое вы делаете После виноградников мы решили побеседовать с главным виноделом Фанагореи Уже знакомым нам Юрием Узуновым Оказывается, Юрий Иванович работает в виноделии 40 лет И у него всего одна отметка в трудовой книжке Угадайте, какая Естественно, Фанагорея Что вас больше всего цепляет в этом деле? Больше всего радует и как бы вдохновляет конечный процесс Когда уже продукт доходит до потребителя И когда у людей появляется радость и удовольствие Это самый такой большой восторг от моей профессии Нам рассказали историю, что там был потоп Затопило и была проблема 21-й год, кажется, да? Да, точно И что была беда, все это могло погибнуть Но, насколько я знаю, вы вышли из этого в плюсе Виноделы всегда стараются выходить из ситуации в плюсе Поэтому, да, год был неприятный Но все равно, слава богу, что вина получились Юрий Иванович, может быть, чуть-чуть сейчас скромничает На самом деле, я хотел бы сказать, что Фанагорея всегда очень быстро реагирует на вызовы Которые представляют либо какие-то погодные условия Или вообще какой-то рынок И вот формирование той линейки розовых вин Которая возникла в 21-м году Было как раз абсолютно адекватной Абсолютно своевременной в тренде Реакции Фанагореи на вызовы И это дало потрясающую возможность Сделать вот эту, найти новую гармонию По сути, создать новый стиль розового вина Потому что что такое розовое вино? Розовое сортовое вино – это всегда вино, кричащее Заявляющее ярко о себе Я вот такой-то сорт А мы впервые смогли сделать вино элегантное Которое смогло такую не сольную партию Каждый виноград спеть А сыграть хором, ансамблем Многие вина – это моно Моносортовые Допустим, мы давно делаем Каберне-Савиньон В виде розе И мы делаем Каберне-Франы Мы и делаем Саперави Это вот основные наши три сорта Из которых мы делаем розовое вино И вот в Румянце мы просто это все объединили Каберне-Фран, Каберне-Савиньон и Саперави Такая яркая ягодно-фруктовая ароматика Значит, клубнично-земляничные оттенки Ну, тогда за знакомство Ну, да Так как фанагорея – производство полного цикла Мы с Игорем решили обязательно показать Славе Настоящее изготовление бочек Ну и, конечно, Слава не упустила возможность Попробовать себя в роли бондаря Я отдаю себе отчет, что это все не шуточное дело Что это все сложные механизмы К аппарату вы меня не подпустите Но можно что-нибудь ручками с вами потрогать Может быть, где-то ударить Так сказать, немножко приложить свою силу к производству Наметка У вас, наверное, парни уже вот так делают Ну, да Если таким методом, как вы, то до вечера придется Ну и второй потом Точно так же Ну и достаточно Мы приложили чуть руку и хватит Ура! И сколько информации я получил Единственное, я вот думаю С чем теперь это все Мы не обсудили гастрономию Как это переварить? Да С чем пьют розовое Но в любом случае, я рад знакомство Вы прекрасны Было приятно? Да, взаимно Игорь, спасибо Не могу Спасибо тебе большое, да Спасибо Увидимся обязательно Пока Пока-пока Жду вас еще раз Спасибо Кстати, насчет гастрономии Ты очень вовремя Нам надо сегодня с тобой лечь пораньше Потому что у нас завтра будет очень ранний подъем И розовое мы будем пить прямо с завтрака И как раз поговорим, подо что оно больше всего подходит Новости все лучше и лучше Мне нравится План шикарный Давай Разбудить Славу рано утром оказалось сложнее, чем я думала Пока он настраивался на встречу с новым виноделом Я решила посетить одно интересное место Под Геленджиком есть более ста гектаров плантаций Где выращивают мидии и устрицы А затем поставляют их в свои точки стритфуда на Черноморском побережье Которые называются Дивноморская ракушка Съел устрицу, выпил вина И счастливый пошел купаться в море и загорать Винная карта здесь, кстати, включает только российское вино Белое, игристое, красное и, конечно, чудесное розе Влада, я, конечно, очень благодарен тебе, что такое рано разбудил и обожаю это дело не но если честно спасибо тебе этот завтрак того стоит выглядит все это неимоверно локация прекрасная я знаю чтобы в россии но по ощущениям и где-то в версале версали правда по образу и подобию создавалась шато-де-талю геленджикская винодельня звучит же да с собственными виноградниками прекрасным дворцом с погребом который мы потом с тобой обязательно пойдем вместе с главным виноделом франком дюссенером да то есть у них винодел настоящий француз и боже здравствуйте сейчас будем знакомиться франк слова очень приятно самый большой и главный вопрос как француз оказался в геленджике 20 лет ровный назад я прилетели в россии с чем мадамом мы вдвоем с гаэля моя жена и мы начинали активные сажать строить поехать в другую страну то есть так с расчетом что это надолго надо большую смелость иметь в семьей да да когда мы всегда думали что я на 5 лет власти да и каждый раз думаю ну еще лет пять ну да я лучше знаю русский террор чем французский реально потому что я четыре года работал во франции а 20 лет здесь уже и копаю и сажаю и лежу за виноградники за производство так так тут везде очень красиво и дорого-богато но отсюда веет прям дороговизм и дороговизм чувствуешь ощущение да что лучше это не касаться да весь денег да да это лучше не дышать лучше лучше а что здесь это коллекция одна из самых редких коллекций мира вот по-настоящему вина шатом утон ротчельд находится она в паяке недавно кстати отметила 250 лет своей истории и обрати внимание ты видишь какие этикетки интересные эти этикетки 45 года создаются великими художниками мира и наш художники тоже здесь поучаствовали илья кабаков был один из последних а так и кандинский шагал и дали и пикассо специально делали свои работы чтобы украсить эти бутылки ну и себя увековечить насколько здесь дорогие земля но сам по себе коллекция она бесценна ну вот представь текущие наверное текущие бутылки текущие года стоят около 200 тысяч рублей за одну бутылку самые важные это не деньги это любовь как говорится но тоже здесь важно показать гостя истории потому что шато детали построены действительно надолго это не местное вино то есть это коллекция мировая да 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 простите а где ваши ваши наши вины на второй витрине можно посмотреть мы бы очень хотели чтобы ты нам рассказал особенно славе про коллекцию розовых вин и особенно конечно же хотелось услышать от тебя про клареты первое что отличить от современные движения что розы бледные бледнее каждый год скоро он будет билдер и это четвертый цвет в борду это легкий красный или чем не и розовая которая действительно потребляется как легкий вин и которые идеальные для летней кузины это практически как красный то есть это считается розовым да он ухозовая но он более темный более насыщенный и и ароматика ближе к легкий красный вин ягодный очень ягодный экскурсия по шато конечно же плавно перетекла в дегустацию розе скажу честно у розового вина довольно противоречивая репутация часто говорят что это вино не интересное массовое отполированное но на самом деле она бывает разным праздничным серьезным выдержанным с франком мы решили обсудить один из самых распространенных стереотипов о розе не знаю говорить о такой сталкиваться или нет то что розовое но это женское вино я знаю серьезные мужчин которые пьют розовое не стесняются белые к рыбе красное к мясу розовое к чему до легкие закуски отлично и даже и итальянская кухня пицца или рисоту а вот для тебя скажи какое лучшее сочетание розового вино ну твоего розе с какой-то местной кухней с люля кебабом с чурчхеллой с арбузом а у нас шикарный шеф-повар потрясающий ресторан у нас есть маленький красная рыба называется барабуль а как скажи пожалуйста тест относишься к тому когда в бокал с розовым вином кладут лед а почему бы нет можно я для этого я очень открытый я всегда говорю лучшее что вину бил по температур который вам нравится если у вас есть способа морозить несколько ягод и газы лучше мы говорим о несерьезный вина давай кидаем два-три вишни на заморожены в бокале это будет прекрасно когда отличается оба розовые но при этом совсем совсем по-разному выглядят мне очень нравятся эти этикетки они очень нежные и при том что здесь например закат а здесь прям либо сет либо ну или скорее всего жена уже полдень но помимо всей красоты которая здесь я обратил внимание на урок 13 дальше идет по-французски здесь урок номер 15 это что вообще такое то есть это стихи идея это стихи из песни жуда сына использовали на каждой бутылька по по-разному можно даже коллекционировать а то есть я должен собрать все бутылки да просто потом спеть всю песню да это мне печень не хватит столько всю песню то выучить ну что за знакомство на знакомство первых а во-вторых зараза до зараза точно франка того замерло правильно да здесь мы сажали виноградники 2007 году когда сажаем виноград это на минимум 30 но я люблю сказать что цель наш сажать винограда на на столе великое вино магия или математика оба я бы сказали потому что вы можете все планировать до конца но все равно результат он всегда отличает и из-за этого тоже очень интересное вино живой продукт и вино именно здесь производится сегодня был длинный день правда ребята на длинный очень интересно француз спасибо тебе большое за твою выдержку за терпение за профессионализм пожалуйста да теперь бегу на заводе до до того сутки меня ждет все до встречи желаем удачи хорошего сбора разы прикольная штука мне понравилось я всегда люблю говорить что это вино компаньон широкая палитра у него максимально разных интересных блюд особенно пряных блюд особенно ароматных блюд потому что разы сама по себе аромат но я бы тебе хотела показать что-то очень необычное то чего ты точно никогда не пробовал это разы и внимание улитки как тебе я знал что не будет все так просто улитки я старалась конечно разы и улитки разы и улитки поехали поехали посмотри гора они находятся метеостанция которая называется шары колдуна честь которой шато пино вот это замечательно и на деле назвала линейку своих вин кстати розовая тоже мы с тобой в южной части новороссийска это поселок федотовка и мы ты сейчас не поверишь но на самой настоящей гравитационные винодельни так я уже понял как делается ротовое вино да как его производит что такое гравитационные винодельни а вот об этом нам расскажет сама ольга а у солиде главный технолог главный винодел этой замечательной винодельни пойдем знакомиться пойдем слова я с большим удовольствием хочу представить тебе замечательную женщину главного винодела проекта шато пино ольгу аур солиде винодельня шато пино известно не только прекрасным вином но и собственной улиточной фермой в местном ресторане можно попробовать паштеты закуски и даже мороженое из улиток все это идеально подходит к розовому вину а почему розовое почему здесь акцент на розовом как такой лета нет или это свойство какие-то природы знаете во первых мы живем у моря сам бог велел нам здесь производить и выпивать розовые вина потому что нет ничего вкуснее моря пить розовое вино розовых вин мы делаем очень много я как я люблю говорить от 15 до аромата все во всех стилях оля расскажи пожалуйста поподробнее что же все таки такое гравитационная винодельня мне даже самой интересно услышать это от тебя гравитационная винодельня это производство вина без вмешательства механизмов все процессы происходят гравитационно естественное переливание перемещение продукта с уровня на уровень вплоть до бутылки рельеф местности нам позволил максимально вписаться в гору и перепад между верхним уровнем и нижним почти 20 метров максимальное количество уровней вайт 7 то есть это вот практически стопроцентная гравитация мы имеем пять уровней гравитации 5 уровней гравитации в россии на сегодняшний день не имеет никто мы в этом плане уникальны вот сколько у тебя технологии производства розового именно розовые делаем тремя способами значит прямой отжим это спину нуаром работает спина гри обязательно это кровопускание синие то есть настой на мезги и аромата здесь еще и ферментация на мезги и выдержка как раз здесь проходит ферментация розовых вин при контролируемой температуре вы видите везде есть термометры 9 3 9 9 и 3 градуса они регулируют температуру выражения благодаря нашему путешествию я начал немного разбираться в способах выдержки вина в бочке и встали но в шато пино мы встретили что-то очень необычное это насколько понимаю есть те самые яйца колдуна практически это такое почему это так выглядит это первые бетонные яйца которые сделаны в россии по американской технологии у какая функция значит здесь проходит ферментация и выдержка и на емкостях в этих дело в том что они придают классную минеральность и терруарность нашему вину сколько это ваша жизнь занимает что 23 сезон будет моя жизнь ребенка то успела родить ребенок как-то вот между прочим появился и у моего ребенка 23 августа день рождения а сезон у меня начинается 20 августа и так случается каждый год и мой ребенок уже и будет 11 лет и не 11 лет нет дня рождения с мамой как дочь относится к этому она говорит я буду виноделом ну вообще я считаю что винодел и на деле это вообще самая лучшая профессия для женщин это сплошное творчество потому что винодельная это кухня это возможность готовить как я говорю борщ разными способами также и с вином просто пятьдесят пять наименований на сегодняшний мы имеем в своей до своей рецептуре подход каждому вину свой скажи пожалуйста какое твое розовое любимое мое розовое я вообще люблю розовой спиногрии я бы предпочла вот вот это не сложно с вином найти общий язык я люблю больше пива и вино чаще мне не подходит вот розовое идеально она сопровождает мое сразу легкое настроение и диалог поэтому выпьем за это это так здорово что ты сломал стереотип сейчас который говорит о том что розовое вино это только для женщин я мужик но пью розовый знаете когда у нас спрашивают а для чего вы делаете 15 я всегда отвечаю это первая ступень перехода от пива к вину не дождетесь сегодня нет мы тебя мы тебя утащим за собой как сирены ну что влада ты меня убедила розовое в россии есть и прям я даже влюбился в него остался один крепкий орешек нашем путешествии это красная смотри итальянская красная это признанная классика да но российская будем честны она либо крепкая и тяжелая либо сладкая как компота еще потом голова болит нет но ты не исправим но я просто не сдамся давай поедем дальше куда краснодарский край если есть рай то это краснодарский край опять селфи давай ты селфи и скорее за мной я в машину бегу сейчас только бутылочку розовую еще приобрету ты этого не слышал понял молодец погнали а а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»